На прошедшей неделе состоялось совещание в Московской области президента в Красногорске. Посвящено оно было участию муниципалитета в нацпроектах. Обновленный состав правительства был, несколько министров, вице-премьеров, под руководством президента страны Владимира Владимировича Путина. Мы очень ждали такого разговора и самое главное, тех результатов, то, что было в посланиях озвучено и чему мы радуемся реализацией нацпроектов. Они касаются всех сфер жизни, которые мы давно ждали. Это и образование, и демография, и экология, и здравоохранение, и безопасные дороги. И самое главное, после слов, совершенно конкретные дела. И мы эти изменения видим даже на такой, что касается Казани, те же безопасные дороги, тоже реализация Башлева-Казанского кольца. Это именно нацпроект безопасной дороги. Мы получаем деньги, поэтому можете представить, насколько изменяется жизнь муниципалитетов по всей стране. И это звучало в очередной раз. Мы, безусловно, ехали подготовленными. И было приятно услышать, что, опережая, допустим, мое выступление, министр Владимир Владимирович Якушев, ЖКХ и строительства, и вице-премьер-куратор наш Марат Шкирзианович Хуснулин, выступая, говоря о нацпроектах, о реализации, говоря о проблемах, как раз заявили о том, что подошло время реализации проекта коммунальной инфраструктуры. Мы собирались, в том числе в составе Ассоциации городов по Волжье, советовались с нашими коллегами, с мэрами, о чем самым главным сказать. И вот под номером один проблема, которую все мэры назвали, это была изношенная коммунальная инфраструктура, запас прочности наших водоканалов, тепловых сетей, различных магистральных водоводов, тепловодов, канализации и других инженерных коммуникаций. Запас прочности, к сожалению, приближается к критическому. И в той же Казани износ сетей составляет 70%, и ежегодно прирастает на 2-3%. А инвестиционная надбавка, которая регулирует нормативными актами Российской Федерации, не позволяет нам проводить масштабных каких-то капитальных вложений. Латаем дыры наверху, что называется, на земле реализация новой детской сады и школы. Но та же программа жилья, строительства, которая ставит задачу к 2025 году национальный проект «Жилье», не позволяет нам идти семимильными шагами в отсутствии надежности наших сетей. Об этом прозвучало. Ну и в целом о многом удалось поговорить, в том числе и о разрыве между нашими полномочиями и возможности реализовывать их в ежедневном режиме в отсутствии постоянных тех финансов в виде налоговых доходов. Поэтому надеемся, что эти проблемы озвученные найдут свое решение. Во всяком случае, об этом было заявлено. И это вселяет надежду на лучшее завтра. Татарстан и Казань в очередной раз были из уст президента высоко оценены. И, безусловно, это нас и радует. В то же время налагает ответственность еще лучше профессиональной системе работать. Говоря о том, почему тот же Татарстан, Казань являются лидерами, звучало в том числе, что мы постоянно в каком-то поиске ищем новые инновации, новации.